Итак, сейчас середина сентября. Вино из одуванчика у нас отдохнуло в большом 10-литровом бутле. И даже еще, смотрите, чуть-чуть какой-то фигни выбросило. Понятное дело, что если бы оптимальный вариант, чтобы оно перезимовало, чуть-чуть при низких температурах, ну, оно так бы лучше осветилось. Ну, это не виноградное вино, винного камня там не надо нам выбрасывать. Поэтому, в принципе, легкая мутность, она такая даже как бы элитная, должна присутствовать. И сегодня я буду разливать его уже по бутылочкам, да по гостям ходить будем осенью. Снимаем нашу изоленту. Крышечка чуть-чуть вздутая. Что-то там оно еще дображивало. Но, сверху, конечно, она может какая-то и фигня плавать немножко. Но, ничего страшного. Жирный, наверное, налет будет обычно для столовых вин, которые как бы не на своей натуральной кислоте. Так, открываем. Ну, капелька. И пробуем на запах. Надеюсь, она не прокисла за это время. Ах, пахнет. С легкой цитрусовой ноткой. И, наверное, одуванчиком. Ну, одуванчики не пахнутся, а на вкус. Вот, обязательно попробуйте его. Волшебное вино. Такое послевкусие приятное. Вообще, тут ни на что не похоже. Легкая такая пикантная горчинка. Балдеж. Ну, пока я помою бутылочки. Накрою крышечкой, чтобы туда мухи не насырали. И пойду, помою, приготовлю бутылки. 10 литров. У меня бутылочки по 700 миллилитров. Это 10. Бутылок это 7. Плюс 4. Это 2,8. 8,8. И там остатки какие-то. 14 бутылочек мне надо помыть. И приготовить под разливку. Сразу вам совет. Я, кстати, достал больше бутылок. Они у меня лежали, как бы, слегка помытые. Ну, вот, смотрите. Видите, какая-то фигня в них появилась. Я вот не мог понять, откуда эти внутри черные точечки. Ну, вот, куда она взялась. Надо было закрыть их газеткой. Свернуть ее. Потому что я понял, что из-за чего это. Смотрите, что я тут обнаружил. А это товарищи слезняки. Они в подвале залазили через дырки. И вот из-за этого они и срали там, короче. Придется теперь все заново перемывать. Дебилизм, короче. Ну, а что делать. Помыл я бутылки. Я не стал у вас утруждать просмотром это видео. И теперь проверяем каждую бутылочку на свет. Чтоб там всякой фигни не было. Вытрушиваем остаточки. Протираем насухо. Чтоб она готова была под развивку вина из-за дуванчиков. Значит, ну я бабочка. Бьется в окно. Я, блядь, чуть инфаркт не получил. Одна подозрительная у меня выявилась. Ну, по запаху нормально, но плохо отмылась. Я же не хочу, чтобы у меня заспиртованные какашки слезняков в бутылку с дуванчиками вина попали. Ну, хотя вон вьетнамцы там всяких змей кидают в бутылки. Так, ну, и кроме того, что на свет, я еще их проверяю каждую на запах. В общем, бутылочки я сделал с запасом. И теперь я еще все-таки сниму с осадочка. Перелью в бутылек другой винишко. Ну, с пищевым шлангом мы проводим финальное сцеживание перед тем, как разлить по бутылкам. Потому что, видите, на дне какая-то еще маленькая фигня осталась. А мы не хотим, чтобы она попала в наши бутылочки. Ну, вот у нас остался вот такой осадок такой. Ну, не маслянистый, а такой дебильный. Мы его... Кстати, этот бутыл или больше, или этот меньше 10 литров. Живство осадка хрен да ни хрена. А смотрите, я его перелил. Он сколько еще до верха, блин, не долито. Ну, разолью по бутылкам, заодно и узнаю, что оказывается темно-зеленая бутыль больше по объему, чем этот прозрачный. Так. Ну, еще. Надо брать леечки и переливать. Не, это плотно садится. Это толстая. А вот это... Пузенькая. То, что надо. Ну. Не буду этого... Вы поняли, я сейчас бутля поразливаю по бутылкам. Не буду это показывать, потому что смысла в этом нет. Подняли и налили. Поразливал. Получилось у меня... 14 бутылок, как я и планировал. Ну, еще тут остаток. 150 литровый был. Стеклянный бутылок, а зеленый, наверное, 11 литров. У меня, видите, даже бонусное вино осталось. И когда я разливал, вы не представляете, какой балдежный аромат вина стоит. Шикарно. Ну, и теперь постоянные зрители. Моего канала знают, как мы запаковываем вино. Потому что я в рапортах с огорода очень часто делал... Разливал по бутылкам разные вина. У меня есть крышечки, которые я никогда не выбрасываю. Даже когда в гостях идут. Пробки от бутылок вина. Я их специально открываю. Докручиваю не до конца. Где, кстати, они? Вот. То есть, она с одной стороны пробита. Но штопор я никогда не кручу до конца. Силой выдерживаю. И у меня где-то пол пробки целый. То есть, можно ее использовать по второму разу. Нам нужно закипятить воду, которую мы только что закипали. Вязать кастрюльку, типа чистую. Ну, типа чистую. Нам 14 бутылок, 14 пробок понадобится. Ну, мы их еще проверяем под этим. Скажите мне. Шабу, наверное, будет толстый. Белогрин тоже. Хотя вот есть некоторые маленькие. С запасом, если что. Куда-то. Используем. Ну, можно и купить новые пробки, не пожалеть. Ну, ничего покупать новые. Если можно использовать старые. Я думаю, хватит нам. Ну, ладно. Помоются. Заливаем это все закипевшей водой. Ай. У нас такая штучка есть. Чтобы закрывать. Чтобы закрывать их. Ай. 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 эту радость нам нужно запаковать бульон из пробок но я шучу конечно это не пробки быстрого приготовления как мир или кипятком и все и теперь ношу теперь теперь просто берем пробочку какую-нибудь одну проверяем дырка не прошла на изнанку или не допустим пробку и дырявой стороной вложим вниз берем вот эту штуковину одеваем пробочку помыли и дырявой стороной которая была сверху она будет внизу а та которая контактировала с вином целая будет вверху одеваем и надавливаем еще у нас получается но я просто неудобно мне надо двумя руками силы прикладывать то что за херень не додавил сейчас одну секундочку поставил на штатив теперь будет видно я взял одну пробку и испортил так а куда я дел эту херню красную одеваем проверяем пробку вкладываем и надавливаем силу и вот видите она у нас теперь закрыта и таковую процедуру мы проводим для всех бутылочек проверяем пробочку дыркой вниз и додавливаем до конца проверяем проверяем вверх и вниз и додавливаем до конца и так по очереди вверх и дыркой надо еще четырки найти у меня всегда видно где вверх где вниз вот это вверх это сквозная по моему да это придется вытяните видеть и не всегда она проверяется вот поклуплю вот так потихонечку мы и закроем все наши бутылочки ну после того как мы их запаковали если бы тут где-то шла этот как бы так просачивалась там водичка выступала она пошипела потому что горячую эту фигню вдавливаю под давление нигде у нас ничего не шипит не пенится значит все у нас аккуратно запаковано и теперь мы отправляем их в горизонтальное положение на полочку пусть лежат до лучших времен а лучшие времена наступают буквально каждый день поэтому возьмут с собой две бутылочки сделаю красивую наклеечку термоусадочку и в гости куда-нибудь пойду ну конечно это хорошая вещь я их храню в пластиковых ящиках сейчас увидите наборные ящики для фруктов которые впоследствии становятся я беру положу газетку и выкладываю вот так горизонтальные бутылочки я беру я беру ненавиду я беру в кастрюлю я беру в обратном порядке здесь у нас было горлышко теперь с этой стороны станет дно ящик улазит 10 бутылочек я его пускаю в подвал наверху самых они хранятся ящиках не там где сырая земля и потихоньку я туда их достаю как 4 бутылки положу в другой ящик одну возьму домой на выпивон почему в горизонтальном положении потому что пробка должна разбухнуть и эта фигня не должна выливаться вот типа такого всем всего хорошего еще не всего хорошего еще будет финальная дегустация